Всем привет! Вот у меня культиватор с теми самыми покупными активными роторами. И хочу немножко показать. Уже их донастроил. Сразу скажу, что сделал. Взял и повыгибал их все-таки, чтобы они не были параллельными. Можно было посрезать, выгнуть и приварить уже под углом. Но я пока что эксперимента ради взял просто большим разводным ключом. Взял и отогнул. Отогнул у меня метровый разводной ключ. Ну, трубный точнее, а не разводной. Он же газовый. Отогнул, чтобы улучшился зацеп. Ну и заточил. Причем уже точил изнутри. А не сверху, как бы сначала по ошибке начал. И вот они такие легонькие, покупные, как я говорил. 46 сантиметров каждая. Ну вот оно, что уже может. Просто я хочу, чтобы вы увидели вот эту картинку до и после. Нет у меня, к сожалению, оператора сейчас. Это у меня самый дальний огород. Здесь, как видите, уже клевер надо косить. А я на этом участке, где целина, не целина, но перелог, решил вот этот кусочек, где в прошлом году что-то садилось. И так и не вспахано даже осталось на осень. Решил подсеять еще этого клевера. Если дожди будут, он себе взойдет и на следующий год уже попрет в полную силу. Так же, как и этот. Ну не суть, как уж получилось. Сегодня, в этом году добавилось два огорода. У меня еще возле дома. А этот самый дальний, до которого еще ехать и ехать, уже остался запущен. Ну вот просто посмотрите разницу. Что идет до, я уже прошелся здесь. А что получается после? Так, вот до слева, так. А вот это уже пройденная хорошая полоса. Там полоса, это я пробовал еще недоделанными. Но тоже оно немножко взяло, но пооставалось. Здесь уже гораздо меньше всего остается. То есть оно действительно рубит даже траву. Хотя самая уже такая кустистая, знаете, такими кочками мощными. Не может оно ее вырвать. Сверху посечет, но вырвать полностью корни не может. Я то могу вдавить сошником и через силу, но я боюсь за свой редуктор. Он у меня очень деликатный, алюминиевый. И вариантов выбора нет. Есть еще только пластиковые. Разве что точить по заказу у фрезеровщика. Это еще надо поискать и заплатить нехило. Короче, особых вариантов нет. Я боюсь за свой редуктор. Поэтому на таких вот больших кустах травы я лучше перееду через них, чем я буду их долбать. Но всякие вот такие, как говорится, зелья, сорнячки, это для него уже детский лепет. Он перебивает их постепенно. Так, постепенно себе перебивает. Без особых таких усилий и изнасилования техники. И вот какую мы видим картину. И уже здесь взрыхленно сантиметром на 5-7. Если бы не такое было заросшее, то он с уже таким заточенным вариантом и отогнутым увеличенным углом, он бы уже брал сантиметром на 10 спокойно. Если бы не все это вот зелье. Даже если бы здесь сидерат типа маслячной редьки, горчицы, то это очень легонький сидерат. И почва его корнями более разрыхленная. То не задерживался бы. Но так как здесь много травы, и сорняки есть сорняки, и у них часто корни весьма мощные, то вот так, сантиметров 5, оно немножко его перемалывает. Если вот так взять с зимы, да, и попытаться обработать целину, и довести его прям до такого ума, чтобы прям с зимы уже можно было посадить, то нет, нет, тут только плуг, ребята. Если еще осенью начать, осенью его повыбивать, и то, если это не целина, а перелог, где все-таки превалируют сорняки, зелье всяческое, а не трава. Трава есть трава, для травы это очень тяжело. Тут либо гербицидами бить, и чем-то вроде такого инструмента, либо плуг, потому что трава есть трава, с ней не пошутишь. А вот такой перелог, осенью можно было бы уже его хорошенько выбить, и сразу подсеять, например, озимую сурепицу, так, подсеять любые масличные озимые седираты. Вот, а весной уже пройтись, и уже вместе с этими седиратами еще дорыхлить хорошенько, ранней весной, дать ему недели-две погнить этому всему, и потом уже можно было бы делать междурядье, то есть его что-то сеять. Так, ну я все-таки, извините, что одной рукой, но попытаюсь как-то немножко показать принцип работы, правда говорю, это будет не очень качественно, все-таки некому мне сюда такую даль ехать, жена дома с ребенком хочет отдохнуть, но попытаюсь хоть так. Я удதил. Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе, надо было мне вот так идти, да? Где след от сошника первого, а здесь идти пока. Ну, я чуть-чуть только взял. То уже где идет вторая проходка, там уже гораздо глубже, рыхлее и уже больше эта вся трава выбита. Вот. Но, конечно, желательно не по такому запущенному полю, ну, что я уже говорил. Но разница до и после, я думаю, видна. Что слева, что справа, это уже видно. Вот такого рода можно слегка отогнуть, заточить изнутри. И обычные покупные, ну, не такие уж и дорогие роторы. На легком мотокультиваторе. Он легкий, он носится к категории даже не средних, а именно легких. Вместе с фрезами покупными, довольно тяжелыми фрезами. Он весит 45 килограмм. Без фрез. Ну, я не знаю, сколько он весит. Может, 35, может... Да, пожалуй, 30 максимум он весит без фрез. Фрезы тяжелые. Вот. Так что довольно он легонький и слабенький, но умудряется тянуть. Ну, а уже тяжелая работа. Я понимаю, можно сделать такие мощные роторы, что и полтора метра сразу будут брать. И долбить на 10 сантиметров вглубь, как один писал, попадет на кирпичи, то и кирпичи перебивает. Я все это понимаю. Но не надо такие штуки делать на легких культиваторах. Иначе от их редукторов, да и вообще даже от самой рамы, от всего, их может повыгибать, покорежеть так, что мало не покажется. Для легоньких идет вот такой инструмент. Но и он может, ну и он может уже сделать многое. Вот. Хотя, ну, будем реалистами. Для полной целины, где густющая трава с многолетними корнями. Ну, уж точно, такой инструмент лучше не применять. А лучше применить либо гербициды, либо плуг. Ну, не надеяться, что прошелся вот этим и уже будешь садить. Это, конечно, не для него. А так, инструмент очень хороший. Если его доделать, эти насадки, так, уже, считай, доделал, то они себя ведут весьма-весьма прилично. Мне начали нравиться они. Даже для такой работы, как вот по траве, по сорнякам. Не говоря уж о том, что я там говорил. Закрытие влаги и все. То это даже без особой доделки они уже сделали. Что было в предыдущих видео. А так, всем пока. Это у нас здесь далекие огороды, поля. Степь да степь, кругом, как говорится. С вами был Леонид Котвицкий. Всем пока, до следующих видео.